Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Рита! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Что только можно пожелать такой замечательной, умной женщине! Спасибо вам огромное! Да, здорово! И, ну что ж, мы сегодня продолжаем знакомство, или у нас была такая общая передача знаков зодиака, а сегодня мы перейдём, начнём с самого первого, да, Аня, самого первого знака зодиака, это Овен. Да. Да, и что же это такое за знак? Да, давайте начнём с того, что, повторим немножко то, что в прошлый раз, о чём мы говорили, да, что такое вообще знаки зодиака. И здесь я хочу сказать, что знаки зодиака — это достаточно пассивный элемент гороскопа, то есть это просто области неба, на фоне которых мы видим планеты. И активным, вообще активным элементом гороскопа являются всё-таки планеты. А знаки зодиака — это как поле, как канва, или как вот игровое поле, на котором мы играем этими планетами. Планеты захватывают наше сознание, планеты на нас влияют, а знаки зодиака соотносятся с определёнными качествами, через которые, посредством которых наше сознание захвачено планетами. И поэтому очень важно, в какие знаки попали у вас планеты в вашем гороскопе. Это значит, на фоне каких созвездий стояли планеты в момент вашего рождения. И вот мы сейчас будем разбирать один знак за другим, чтобы глубоко понять эти качества, как они выражаются в нашей повседневной жизни, где мы их видим вокруг себя. И нет такого понятия, например, я конкретно вот такой-то знак зодиака. Человек не может быть знаком зодиака, человек — это цельная Личность, в нём проявлены все знаки зодиака. То есть он может, имеет волю, свободную волю выражать себя очень по-разному. И если мы говорим, что кто-то, например, весы, а кто-то скорпион, это не значит, что человек будет выражать преимущественно только одни качества в своём характере. Нет, конечно, он может пользоваться всей палитрой. Но какие-то качества будут, естественно, в нём подчёркнуты, потому что планета, особенно та планета, которая отвечает за Личность человека, оно это видно из конкретного гороскопа, находится в таком-то знаке, в таком-то положении. И очень важно ещё определять себя через асцендент или через восходящий знак. Знак, восходящий на восточном горизонте, он очень сильно захватывает нашу модель поведения. И вот эти качества, которые мы сегодня будем обсуждать, в частности, Овна, они будут тогда относиться к Личности человека, конкретно к его поведению, поведенческим шаблонам определённым. То есть это такая немножко более сложная концепция, чем называть себе «я» такой-то знак зодиака. Но даже если вы так думаете, то это тоже будет вам интересно, потому что вы сможете соотнести те качества, о которых мы будем говорить с собой как-то. Да, может быть такое, что мы привыкли считать, что я отношусь к такому-то знаку зодиака. И где-то люди находят на интернете какую-то информацию про вот этот конкретный знак зодиака, как они там должны себя вести, и они как бы притягивают вот эти стороны, вот эти моменты, и думают, что именно у них есть именно такие качества. На самом деле наверняка у них есть эти качества. Но есть и другие. Есть и другие качества, да, и те, и другие. И гороскоп — это более сложная система, нежели причисление себя к определённому знаку зодиака. Но знаки зодиака нужно изучать, чтобы понимать, из чего соткана наша жизнь, из каких энергий, из каких качеств. И этих качеств очень-очень много. И можно эти качества разделить на 12 групп. И понять, как-то сгруппировать, классифицировать определённые сектора эклиптики. Как-то понять, какие свойства будут через них проявляться. Как будет, что там планета заходит на фон, она проявляет себя на фоне знака Овин, какими качествами она должна будет обладать, какие качества она будет нести. Давайте вот мы это будем разбирать. Если возникнут вопросы, конечно, можно их задавать. Любые вопросы, которые у вас возникают, самые простейшие в том числе. Спасибо, да. И начнём с того, что Овин — это первый знак зодиака. И Овин ассоциируется с единицей. То есть это начало-начал, это изголовье, это изначалье. Если мы смотрим на тело человека, то в теле человека Овин будет соответствовать голове. То есть это голова. И, допустим, если у вас профессия как-то связана со знаком Овна, то это обязательно какие-то вещи могут быть в профессии, которые связаны с лидерством, которые связаны с проявлением себя в роли не только лидера, но и человека такого яркого, харизматичного, и который может проломить стену. То есть он идёт настолько вперёд, у него такой напор. Это именно основное качество Овна — напор. То есть Овин заключает в себе такую энергию, которая сравнивается с взрывом атома. И для Овна характерно разрушение. То есть есть энергия разрушения, и есть такой посыл у Овна всегда — разрушить что-то старое, чтобы начать новое. И вот этот импульс, яркий, сильный импульс, он может быть заложен в качество человека, который в основном будет качеством человека, желание вот это притворить что-то новое в жизнь. Если у человека, например, асцендент, восходящий знак — это Овин, и он будет похож. Какая внешность Овна, как вы думаете? Как будет Овин выглядеть? Ну я надеюсь, что у человека... Ну он будет выглядеть как-то мужественно, наверное, очень. Он будет выглядеть активно, да, он будет выглядеть... Он может любить носить красный цвет, потому что красный цвет ассоциируется с Овном. Он будет... у него тело всё время подтянуто, если мы возьмём чистого Овна, и оно с хорошо развитой мускулатурой. И здесь нужно отметить, что Овин управляется планетой Марс. И это знак, каждый знак управляется какой-либо планетой. Да, определённой планетой. И вот Овин управляется планетой Марс, планетой активности, действия. Марс — это основной принцип действия, который в нас строен. Дальше у человека может быть большая голова. То есть она может быть покрупнее, чем у других людей. Большая голова не обозначает, что там много мозгов, да? Ну да, это просто такой вот... Это акцентуация определённого органа в теле человека. Например, когда мы говорим про тельца, мы можем сказать, у него большая шея. У нас весь зодиак — это наше тело. То есть первый знак — это голова, второй знак — это шея, там дальше плечи, руки и так далее. Всё идёт вниз. То есть есть какая-то акцентуация на голове. И, кстати, Овин связан с детьми. То есть знак Овна тесно связан с детьми, потому что вот и с беспечностью детей в том числе. То есть это когда ребёнок активно действует, он не думает о последствиях. Вот одна из черт Овна — это не думать о последствиях, когда действуешь. Это важно в некоторых вещах. То есть иногда нам не хватает этой энергии Овна, чтобы просто что-то сделать, взять и, не думая, притворить мечту в жизнь, в реальность. Это очень важно, да. И вот дети обладают этими свойствами. Ребёнок, когда рождается, он развивается по зодиаку. Первый, конечно, этап, который он проходит, это будет этап Овна. Этап такого стремительного развития, стремительного появления на свет и заявления о своих желаниях. Такое безапелляционное заявление абсолютно. «Хочу» — первое слово «хочу», да, бывает у многих детей? Да, да. «Хочу» — и «дай», или «дай». И Овен, если выражен этот знак в гороскопе у человека, он — это всегда такой живчик. Живчик либо живчик в определённой сфере. Определённая сфера у него наполнена такими вот там, какой-то активностью. Но если Марс в Овне, например, то человек, конечно, очень пробивной. То есть его принцип действия накладывается на вот эту энергию Овна, и в результате этого человек может свернуть горы. Конечно, зависит, куда попал этот Марс в гороскопе, но это значит, что очень большой потенциал энергии есть через Марс, через силу действия человека. Ну, разные планеты по-разному чувствуют себя в Овне. И, наверное, нужно сказать, для чего нам вообще этот знак, где мы его находим в окружении? То есть… В нашей повседневной жизни, да? Да, в нашей повседневной жизни. И что делать, если не хватает этой энергии? Потому что не у всех она есть изначально. Вот, например, в моём гороскопе нет ни одной планеты в Овне. Ну, и изначально у меня нет такой энергии, я не могу напрямую пользоваться. Я могу её брать из какой-то сферы жизни своей, но я не могу сама проявлять вот эту вот безбашенную активность. Безбашенная активность – это именно активность Овна. Вот в вашем гороскопе тоже нет Овна. Вот я так хотела сказать, что я этого не чувствую. У нас это чуждый знак, это люди, которые нарушают наше спокойствие. Например, вот я как восходящий телец, и у меня во внешности… Следующий знак будем обсуждать, нужно обсудить внешность. У меня очень много черт Тельца. А для Тельца Овен – это 12-й знак, то есть это самый последний там уже стоит, который… И энергия Овна выводит Тельца из равновесия. То есть это какая-то совершенно… Чуждая энергия немножко. Немножко чуждая энергия. Действуй просто, не думай. И консерватор Телец всё время такие люди Тельца раздражают очень сильно. Это дети. Дети все находятся под влиянием Овна, так или иначе. Даже если они родились как бы по другим знаком, и для них этот знак тоже может быть чуждым, как, допустим, для тебя был в детстве, да? Но всё равно оно проявляется больше. Овен проявляется в любом младенце и в любом существе. В принципе, он просто эволюция. Мы всё время эволюционируем через 12 знаков зодиака. Но просто не будет акцента на этом. То есть мы на этой энергии не западаем, мы её не усваиваем как шаблон поведения. Она у нас приходит откуда-то, из какой-то определённой сферы. Например, если я восходящий Телец, то у меня это идёт из сферы заграница, потери, что-то связанное с неведомым, терра инкогнито. То есть для меня эта сфера вообще не познана. Для Тельца сфера Овна, она достаточно такая отдалённая. У нас тут вопрос поступил от радиослушательницы одной. Она спрашивает, у меня было два брака, и оба моих мужа родились в апреле, то есть 10 и 6 апреля. И почему меня привлекают одинаковые мужчины? Может быть, мне надо что-то поменять в моём характере, чтобы этого не происходило? Или, может быть, это нормальное явление? Но с первым мужем она развелась, и со вторым тоже готовится развестись. Ну да, здесь сложно... Да, как-то вот прям вам прямо на этот вопрос, потому что не совсем понятны, какие гороскопы у мужчин. И то, что они родились просто оба в апреле, и говорит о том, что по тропическому зодиаку солнце в Овне стояло в это время. И, конечно, здесь есть... Ну, можно сказать, что если уже что-то повторилось, то какая-то тенденция определённая есть. И люди, рождённые в апреле, действительно обладают качествами Овна, и даже по седерическому зодиаку тоже. Потому что там проблема с Мартом, то есть некоторые считают себя, когда они родились в Марте, и какого-то там числа Овнами. Ну, по седерическому там ещё рыбы идут, то есть солнце в рыбах. А в апреле, да, обычно вот до 15 апреля точно там идёт энергия Овна, и это люди очень напористые. В это время солнце находится в своём самом сильном положении. И привлечение таких мужчин, в принципе, это неплохо. Это неплохо само по себе. Это значит активные. Это значит... Непонятно, где эта активность их выражается, и насколько там гармонично это солнце у самого мужчины в это время. Но можно сказать, что это люди очень активные. Это люди инициативные. Для мужчины это очень хорошо. Для мужчины рождение в апреле, ну, можно сказать, хорошо. Ну, если мы можем такими терминами оперировать, да. То есть, может быть, тут вообще причина в женщине, в самой, а не в этих мужчинах, которых она привлекла. Да, ну, на самом деле сложно делать вот такие далеко идущие выводы просто из этой ситуации самой. Нужно, конечно, разбирать подробно, почему, какой там седьмой дом у женщины в гороскопе. Возможно, она восходящие весы, и она привлекает партнёров, значит, с энергетикой Овна, таких вот марсианского типа, активных. И если у неё у самой, допустим, если она тоже родилась в апреле, или у неё солнце сильное, ну, например, она родилась в августе, да, то есть у неё солнце во льве, то тогда может, как бы, коса на камень находить два лидера в семье. То есть тут нужно прояснять, что там у женщины, и что у мужчины. То есть на чём основывается вот такое вот несогласие, почему не хочется больше этих Овнов привлекать. Спасибо. Но Овны, они привносят много хорошего в жизнь. Давайте скажем, что они хорошее привносят. Вернее, какие есть позитивные качества этого знака. Когда у вас жизнь течёт в каком-то одном русле, и вы уже застряли в одной колее, и вы столько уже думали, и что-то там рассуждали, перебирали разные варианты, и вы всё равно с места не сдвинулись. Нужно либо человека привлечь в свою жизнь, поговорить с кем-то, у кого есть много энергии Овна, и он даст такой волшебный пинок. Импульс какой-то, да? Да, импульс, да. Он даст импульс, он своей энергией активной может сдвинуть ваше дело с мёртвой точки или вас с мёртвой точки. Например, у нас с вами нет этой энергии, и нам очень сложно выражать простые детские эмоции. Вот Овен, он будет задумываться. Прилично это, неприлично, вот если мы чистого Овна, прилично-неприлично, что хочу, то и делаю, что чувствую, то и говорю. Чувствую агрессию, тут же её выражаю, потому что некогда думать. Если мы будем думать, мы никогда не начнём. И вот такие вот люди, они очень нужны. Кстати, такие студенты задают очень много вопросов. У кого Луна в Овне, какие-то позиции в Овне, они очень активные сами по себе, и для меня, например, я изучаю эту энергию со стороны, и для меня раньше казалось, что это люди выскочки. Вот я сама могу ответить на вопрос, с чем я буду лишний раз тревожить человека, спрашивать, а ведь как дети ведут себя. Такое вот любопытство детское, и быстро что-то сделали. Зато они очень эффективны в некоторых вопросах могут быть, но поверхностно. То есть Овен — это всегда определённая поверхностность. То есть он не будет вдаваться в детали. Да, не тот случай. И вот, кстати, мы можем посмотреть знаки, в которых умирают качества Овна. Это будут знаки шестое от Овна, восьмое от Овна и двенадцатое от Овна. То есть, например, что такое шестое от Овна? Это знак Дева. И в Деве умирают качества Овна. Вот Дева и Овина неплохо совместимы, потому что, я имею в виду не два человека, а два знака, потому что нет человека Девы и человека Овна. Но вот эти два знака, они плохо совместимы, потому что Дева — это расчётливость, прагматичность и эффективность в расчётах именно. То есть надо подумать. А Овен говорит, что думать? Прыгать надо. Делать надо, да. Что тут думать? Нет времени думать. Также, как ни странно, есть ещё знак Скорпиона, который тоже управляется Марсом, но он входит в определённую конфронтацию с качествами знака Овен. Овен — это поверхностное действие, а Скорпион — это глубокое, уже такое продуманное и даже одержимое действие, одержимое какой-то определённой идеей или задачей. И где Скорпион, там внутренний поиск, внутреннее вот это действие, направленное на разведка, шпионаж, такой вот всё, полезно ископаемый. Не просто где-то на поверхности. Если мы возьмём просто Овна, какое-то строительство, дорога, гонки, это работа с детскими коллективами, работа с начинающими, а Скорпион — это работа в таких тайных структурах, глубокие знания, неповерхностные, далеко не для начинающих. Ну и ещё есть рыбы, это тоже, где качества Овна умирают. Овен конкретно действуем, а рыбы... Рыбы всё взвешивают, да, думают. Они не будут действовать, это уже не тот знак, где нужно действие. Это там знак, где нужно обобщение всех ранее осуществлённых действий. И поэтому там умирают качества Овна, никому там их нет. И можно ещё сказать про Овна, такое интересное, что это огненный знак. Это первый знак в Зодиаке, огненный, подвижный и мужской. В нём самая большая сила, вот этот безбашенный, напор, импульс. Есть ещё огненные знаки. И нельзя сказать, что вот если у вас нет Овна, то вы там амёба сплошная. Ну так. Потому что могут быть другие знаки огненной стихии. Это стрелец, это лев и стрелец. То есть у нас тут сначала Овен, потом лев, потом стрелец. И какая между ними разница? Овен — это огонь в его самом таком резком проявлении. То есть главное — зажечь спичку. Что там дальше, непонятно. Пожар, не пожар, это уже как дело идёт. Главное — зажечь спичку, главное — что-то начать. Лев — это огонь царственный. Огонь, где мы уже ограничили область горения и уже поставили определённые цели, для чего нам нужен этот огонь. Это государственность, это все огненные знаки, если они проявлены у вас в гороскопе, они дают качество лидерства и качество менеджера. То есть умение справляться с коллективом, вести куда-то за собой коллектив. Если нет Овна, то не значит, что человек не менеджер. Вот, например, у меня есть много льва, и у меня вообще очень много львиной энергии. Наверное, этот человек будет просто пользоваться другими качествами своими, чтобы вести людей, но это тоже возможно. Правда? Да. Овен вообще, это качество там вести людей там особо нет. Потому что там людей мотивировать и заводить на действия, что дальше — непонятно. Дальше они делегируют. Пусть что будет, да. Они делегируют более таким людям, у которых проявлены знаки, ну, таки, дальше по зодиаку куда-нибудь. Да, больше про аналитику. Да, аналитикам вот этим всё. Там главное начать. Это работники скорой помощи, это акушеры, это пожарники, полицейские. Вот это Овен. Вот. Да, которым надо быстро действовать и не задумываясь, не анализировать ничего. Да, понятно. У меня, может быть, я где-то что-то пропустила в прошлой передаче, когда ты объясняла, почему именно Овен, почему мы начинаем, вот именно вроде как это март-апрель, это не начало года, потому что расположение знака на севере, почему он первый? Это, на самом деле, это Новый год, астрономический Новый год, когда Солнце встаёт, когда равноденствие, вот это у нас день равноденствия, равноденствия, день равен ночи, и когда из Овена начинает расти день, и вот, это начинается Новый год, это по тропическому зодиаку, на самом деле, сейчас равноденствие происходит на фоне рыб, ну, так как мы используем два зодиака, мы знаем, что у нас есть два зодиака, тропический и сибирический, мы можем сказать, что Новый год начинается тогда, когда случается равноденствие, вот, в это время, по тропическому зодиаку, поэтому Овен считается первым, на самом деле, не во всех системах он считается первым, но в большинстве Овен это первый знак зодиака, и это очень логично и оправдано, потому что всё начинается с вот этой мужской, активной, подвижной энергии огненной, я не сказала про третий элемент огня, у нас есть в гороскопе три элемента огня, это Овен, огонь-инициатор, лев, огонь-царственный, огонь, формирующий что-то, какие-то идеи, творческий огонь, и есть ещё третий, это стрелец, огонь-философский, и у человека, который уже рождает идеи, внутренние идеи какие-то, вот, зажечь идею, зажечь свечу, нести её, крестовые походы, в том числе совершались под влиянием этого знака, то есть за какой-то идеей идти повести людей, это уже стрелец, это уже более такой концептуальный огонь, то есть инициативный, царственный, фиксированный и концептуальный, вот, и если у вас нет Овна, у вас могут быть, может быть, могут быть планеты в Ольве, в стрельце, это значит, вы тоже обладаете вот этими лидерскими качествами энергии огня огненной. Ну, опять же, всё, как всегда, всё очень индивидуально, и не зная подробностей своего расположения планет, да, в своей карте, это всё-таки общие, общие, общие какие-то вопросы, которые не говорят ничего конкретного о человеке, да, это мы просто... Да, но мы можем, мы можем пользоваться знаниями, даже не зная свой гороскоп, если вы считаете, что у вас чего-то не хватает, не хватает энергии, что нужно делать? Нужно вставать рано утром и смотреть на рассвет, и вы будете автоматически соединяться с энергией Овна, потому что любая точка изначалья, любое начало, это что-то, это энергия Овна. Вы можете пойти понаблюдать за детьми, ну, если у вас нет энергии с ними общаться, просто понаблюдать, или в те места, где люди пишут проекты, то есть они, они только вот эти стартапы делают, или что-то, там тоже много энергии Овна, либо в места, где скачки проводятся, либо гонки, там эта энергия есть, быстро что-то запустить, это, и вот вы пропитываетесь этой энергией, качествами Овна, и вы можете проявлять в себе, и проявлять, да, проявлять в себе тоже, и почему я про рассвет сказала еще, солнце, тоже тесно связано со знаком Овна, потому что солнце экзальтирует в Овне, то есть экзальтирует, это значит наивысшая точка, наивысшая сила солнца проявляется в Овне, знаки в первом, номер один, и солнце это номер один, и наблюдение рассвета дает нам вот эту энергию, что мы номер один, мы можем что-то начать, у нас есть энергия начинания. Знаешь, что интересно, вот я когда езжу в Бразилию, вот в духовный госпиталь, туда в Абаджанию, к Джануфгат, я там регулярно встаю очень рано, и вот такое почему-то появляется желание вставать рано и идти встречать рассвет, ну просто кажется, что там это что-то особенно не такое, как здесь, и может быть и это добавляет еще вот то чувство энергии, которого не бывает дома, ну на самом деле там много, много всего, что приносит это, но люди, и очень многие люди ощущают там себя намного лучше, ну наверное это одно из тех действий, которые помогают, кстати, вот ты меня тоже сподвигнула на то, чтобы по вторникам вставать раньше, так уж получается, что время сдвинулось, теперь приходится вставать раньше, и вот я буквально сегодня вышла на улицу, солнце только вставало, я подумала, как же хорошо, как же хорошо, почему бы же этого не делать каждый день, да, этот момент дает определенный заряд, то есть мы можем начинать тогда, мы можем начинать идеи, нам могут приходить новые идеи, когда мы регулярно наблюдаем рассвет, ну не так зря же говорят, кто рано встает, тому Бог дает, да? И еще можно сказать еще про места, места силы для Овна, вот так, да? Или бывает вопрос от людей приходит, а где мне лучше жить, или где мне лучше находиться, чтобы быть более здоровым, и если это человек восходящий Овен, или у него много энергии Овна, я обязательно говорю, что нужно находиться в динамической среде, и есть страны, ну кто говорит, какая страна мне больше для проживания подходит, ну если люди выбирают, да, то это страна Великобритания и Германия, две страны, где очень ярко выражена энергия Овна, вот везде, где есть единица, то есть вот такое вот, что страна что-то инициирует, страна что-то новое привносит, Великобритания, Англия, английский язык, он вообще вот связан как-то с этой энергетикой, номер один, которая называется, и там все достаточно, ну это страны, связанные с милитаризмом тоже, вот Овен, война, милитаризация, также связанные с такой достаточно хорошей дисциплиной, дисциплиной тоже эти страны, и человеку, у которого много Овна, нужно находиться в такой среде, где тебя постоянно радуются, что ты что-то новое придумываешь, а дальше можно кому-то перепоручить, это вот примерно такие страны, которые выносят свои производства за пределы там, то есть они все время генерируют какую-то новую энергию, ну считается, что Англия и Германия несут много качеств Овна, то есть там есть и другие качества, и кстати, города разные бывают, то есть это не обязательно страна, даже ландшафт разный бывает, вот допустим, если вы пойдете в любой ландшафт, холмистая местность, и где еще есть дороги, где быстро ездят машины, и где нужно проявить какую-то инициативу, и приключение, реакции, реакции, чтобы была быстрая. Это все ландшафты, связанные с Овном, такие полигоны военные, это безусловно, это Овен, все, что связано с красным цветом, какими-то боями, скачками и так далее, это тоже Овен, школы начальные, это Овен, если у кого много энергии Овна в гороскопе, то там хороша реализация, а соревнования тоже, вот различные соревнования, кружки, секции спортивные, где еще проводятся конкурсы, соревнования в разных видах спорта, ну и, можно сказать, бегуны, тоже, связанные с на короткие дистанции, не на длинные, а на короткие, вот это вот, взять, вот этот запал, чтобы свой где-то применить человеку, это дети, кстати, гиперактивные, у которых много Овна в гороскопе, то есть, допустим, несколько планет в Овне, и их нужно помещать в определенную среду, и понимать с ними сложно, некоторым людям с ними легче, это зависит от совместимости, вот мне, допустим, очень сложно с гиперактивными детьми и людьми, то есть, потому что я сама по себе стабильный человек, у меня была стабильная энергия, мне хочется посидеть, подумать, пописать, а не вот этого, туда побежал, сюда побежал, и когда у вас много Овна, не подходит офисная работа, если только вы не бегаете из кабинета в кабинет постоянно, что-то на кого-то подначиваете, или давайте, давайте работать, менеджеры нормально себя чувствуют, это профессия для менеджера хороша. раздавать указания и руководить, да? Руководить, вот смотрите, руководить, это уже лев, то есть, с позиции царственности, Овин, это знак, который немного думает, и там стратегии нет, и им управляет Марс, Марс, это просто действие, и хорошо говорят в гороскопе, когда Марс находится под аспектом Юпитера, например, значит, есть какой-то учитель, который направляет человека, или мудрость управляет действиями человека, а сам по себе Овин, его нужно куда-то приложить, и его хорошо бы в рамке еще тоже, потому что это же взрыв атома, и мало ли, когда он там взорвется, и вот эта вот его энергия импульсивная, она может идти во вред тоже. Да, ну вот, ясно. Ну что ж, спасибо огромное, очень интересно, слушайте нас на сайте sungateradio.com, слушайте нас на ютюбе, и задавайте нам вопросы, задавайте Ане вопросы, она будет очень рада ответить, правда? Да, буду рада ответить. Спасибо огромное, всего доброго, и какой же у нас следующий знак? Следующий знак у нас телец, это будет уже стабильный, фиксированный знак, он женский. Замечательно, о котором мы поговорим в следующий вторник, присоединяйтесь, да, к нам, и мы проговорим и узнаем больше о том, что же обозначает знак телца в гороскопе. Ну что ж, спасибо огромное, Аня, мы прощаемся со всеми нашими радиослушателями, Аня, спокойной ночи, и всем хорошего дня. Хорошего вам дня, продуктивного, и когда мы говорим о каком-то знаке зодиака, вспоминаем качество, это значит, мы их как бы возбуждаем в своем сознании, то есть мы с ними соединяемся, и значит, сегодняшний день должен быть для вас очень продуктивным, я так думаю. Ну, это замечательно, вперед, и с песней, и не надо много анализировать, может быть, где-то нужна такая энергия. Ну что ж, спасибо огромное, так и будем делать. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok